Привет, я Новос, и сегодня книжные покупочки. Нет, я не нарушала карантин. Как это печально. Сейчас мы сидим дома, и нет возможности особо погулять. Это были старые покупки, просто я забыла их снять. Со мной сегодня кофе и книжечки. Хорошие, отличные книжечки. Пожалуй, начну с классики. Ну, как классики. Ну, уже настолько известно, что стало классикой. Я купила... Олег был совершенно моим любимым букинистическим. Недельки три назад я там гуляла. Откопала сокровища. Даниил Гранин, четвертый том. Это тот самый писатель питерский, который мне в прошлый раз зашел в сердце. У него есть маленькие рассказы о писателях, о путешествиях и так далее. Что здесь не знаю, потому что нету аннотации. В четвертом томе у него содержится повесть, повесть однофамилец, повесть об ученом и одном императоре, об одном ученом и одном императоре и роман «Картина». Вот, я предвкушаю. Мне кажется, будет отличный язык. Леонид Андреев. Это сборник. Сборник повестей и рассказов. Ну, самого автора я биографию не очень-то хорошо знаю, но будет как раз возможность почитать. И у него здесь то, из-за чего я купила, это Иуда Искариот. То есть это известное его произведение. Кроме этого, здесь есть другие его рассказы и повести. И как раз-таки, как в старых советских книгах, которые я очень люблю, это входящая в обводная статья об авторе. Что-то из-за него очень косноязычные, что там собаки капкают, которых карантинные, запертые люди выгуливают, их очень много вечера отвлекают. А я вот сижу и снимаю видео. Есть возможность заняться любимым делом. Так, Генрик Сенкевич. Кану Гридеши. Ну, роман тоже его известный, хотя я, честно говоря, мало чем о нем узнаю, потому что это мы изучили в 10-11 классе. Это был большой объем литературы, я его не прочла. Здесь, кроме этого, еще есть повесть Ганя и рассказ Приви. Приви, потом какое-то послесловие. Послесловие автор Столяров. Надеюсь, это будет как раз-таки... А, не надеюсь, здесь о романах и немножечко о авторе. Вот такое тоже старое издание. Вот. Давно слышала, давно хотела. Мне кажется, вот эти вот три книги, которые я сейчас рассказала, это будет очень тяжелое чтиво. Хотя, может, нет. Дальше немножечко фэнтези. Что-то я давно ничего не читала. Вот. И как бы хорошего, нормального тоже я ничего не встречала в последнее время из автора. И давно вообще мало читаю фантастики. Перестала что-то ее читать. И вот решила взять. Одна книжечка, это совсем детская. Та самая Таня Гротер. Дмитрия Емеца. Автор Дмитрий Емец. Вот. Здесь на тот момент, когда выпущена книжка Таня Гротера «Золотая пиявка». Это был... 2004 год. Было написано уже раз, два, три, четыре, пять романов. Здесь прикольно, кстати, я уже тут читаю Наташку. Магическая школа называется Тибидох. Тибидохс. Уже вот. Ну и тут появляется Гурий Пупера. В этом романе впервые. Если о чем-то это говорит. Но мне будет забавно, потому что это фанфик. И Гарри Поттера я нежно люблю. Но перечитывать, честно говоря, в последнее время жалко. Моего времени личного, да. Поэтому я в основном его пересматриваю. Вот. Посмотрим, что за девочками. Теперь я купила два романа. И оба они, как оказалось, у гномов. Роман Ароматов. Точка сборки. Я понимаю, что эта серия, она, по сути-то, не очень, как я читала в отзывах. Вот. Здесь выясняется, что миром управляет какие-то ученые полупсихованные с далеких времен и неведомых галактик. Все оказывается в руках нескольких людей, нескольких эльфов и одного сердитого гнома. Ну вот. Гномы тут есть, как его есть у нас. Это Сергей Карелин «Темный бог». Кстати, обе книжки, они из цикла, но я надеюсь, что здесь будет не середина, как обычно, я люблю покупать. Не глядячи, а просто отдельная история. Здесь рассказывается про гнома мирно с его возлюбленной королевой гномов. Я не слышала, что у гномов есть женщина, если честно. А вот какой-то там маг что-то там разбудил и, в общем, понеслась, как обычно. И что с этим делать? Ну, я так понимаю, что гномы будут спасать все. И последнее, что я приобрела, ну это фикс прайсинг типа non-fiction «Гармоничное тело. Как бороться с нарушениями обмена веществ и хронической усталостью». Марина Берковская. Что-то мне так немножко актуально. Я почему-то устаю, наверное, потому что два раза переносила выпуск уже. Вот. Так что у меня есть книжечки. У меня их некуда складывать. Но, тем не менее, я очень довольна. Поэтому хороших книг. Пока-пока. Берегите себя. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова